Доброго дня всем! Я искренне благодарю тех людей, которые подписываются на этот канал и поддерживают комментарии. Вас более двух тысяч, и это круто на самом деле. А также поздравляю прекрасную половину зрителей канала. По секрету скажу, вы самые лучшие. Пришло время экспериментов, потому что эксперименты это интересно, забавно и много чего нового узнаешь. И начинаешь понимать, как на практике все работает. В этом видео мы подключим аккумуляторы, простые аккумуляторы, к преобразователю частоты. И будем крутить электродвигатель. Сначала на холостом ходу, далее на телеге, круженном 5 тонн. 5 тонн это как две легковые машины, что вы понимали. А в конце загадка, загадка, которую нужно разгадать. А может быть у вас это получится. Досмотрите ролик до конца, будет интересно. А спонсором этого видео являетесь вы, дорогие подписчики и зрители канала. На правах рекламы, я бы хотел, чтобы вы подписались на этот канал, если это вы до сих пор не сделали. Итак, нам понадобится. Больше 40 АКБ на 12 Вольт, а когда они заряжены, мы получаем от 13.5 до 14 Вольт на каждом. Надо получить от этих аккумуляторов больше 500 Вольт. Для этого мы их подключаем последовательно. Схема подключения. Схема подключения простая, ничего сложного. Мы просто подключаем через разделитель плюс АКБ на первую фазу входа ПЧ и минус на две оставшиеся фазы. Выход ПЧ подключаем к трехфазному асинхронному двигателю. Первый этап. Подключение двигателя на холостом ходу. Все приготовили. Подаем питание. На тестере показывает напряжение почти такое же, как на шине постоянного тока. Преобразователь частоты. Запускаем двигатель. Потребление на клещах постоянного тока 2 Ампера, а на преобразователь частоты 6 Ампера. Вопрос почему? Напишите свои ответы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Несколько раз запускаем и останавливаем. Все проверено. Можно попробовать на чем-либо подвижном. Например, на телеге. Нет, не на этой телеге, о которой мы подумали. Нам нужно 4 колеса. Сама рама, на которую можно что-то нагрузить. Электродвигатель. Преобразователь частоты и АКБ. Итак, первый запуск. Преобразователь частоты. 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 Продолжение следует... В целом, все очень даже неплохо, но как-то скучновато. Давайте-ка загрузим тележку. Накинем грузик небольшой, всего лишь 5 тонн. Думаю, само то, как-никак экологически чистый транспорт электротележка. Она должна отвечать всем вызовам своей нелегкой судьбы. Итак, запуск. Видим прозадку напряжения на АКБ. Ток потребления осталось неизменным, как-то странно, а в остальном все даже очень неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok Несколько раз погоняли и ошибка, ну наконец-то, что-то должно было произойти в конце-то концов. Но нет, это просто ошибка о превышении напряжения тормоза. Это легко устранить путем внесения изменений в конфигурацию ПЧ. Режим останова нужно поставить на випике и продолжим дальше. Вы знаете, 3 киловатта как-то несерьезно. Думаю, нужный двигатель поболее. Киловатта 11. Как раз нашелся такой. Пробуем. Все работает. Заключение. В целом эксперимент показал, что схема вполне рабочая. Но есть некоторые недосадки. Хотел бы я рассказать в этом видеоролике, но возможно у вас есть мысли на этот счет, поэтому оставьте свое мнение в комментариях. А также загадка. Как же так получается, что ток потребления постоянного тока 2 ампера, а переменного несколько раз выше. А если видео наберет 200 лайков, сделаю видео про недостатки. Всем хочу пожелать чистого неба над головой и мира во всем мире. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok